Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я хочу для вас снять видео вопрос-ответ. Уже очень много прилетело вопросов от вас, и я решила на своей новой кухне. Она будет у нас не только кухня красоты, но и кухня болтовни. Я решила, что пусть будет так. Вот я что сделала, видите, сзади. Конечно, это вариант не для того, чтобы вот прям вот дома, да, где вы живете, у вас большой дом, супер, да, делать. Это для такого временного жилья, потому что у меня хоть и свое жилье, но оно временное. И я планирую съехать уже отсюда в большой-большой, в большие апартаменты. И поэтому здесь все такое временное, пока что вот все это суть до дела, и хочется, чтобы было вокруг приятно, и хочется минимум вложений, чтобы было как-то красиво, и вам красиво, и мне красиво. И вот с этим декором, который сзади у меня, как-то изменилось, и кухня вся, она стала как будто больше и светлее. Ну, в общем, так это вот. Временный такой вариант. Итак, вопрос-ответ от вас. Начинаем. Первый вопрос я задала Cool Girls. Спрашивает, на вы или на ты. Это, наверное, она спрашивала, как лучше на вы или на ты. В принципе, мне без разницы, как вы ко мне обращаетесь в комментариях или в сообщениях на вы или на ты. Главное посыл, и главное, я должна чувствовать уважение. Если я этого не чувствую, уважение, то лучше вообще тогда не обращаться ко мне, потому что я всех блокирую. Просто без разбора, даже не дочитываю. И причем уважение это легко прочитать в сообщении, потому что, когда человек тебя уважает, он обращается как-то аккуратно. Да, либо на вы, либо на ты. Он с каким-то вопросом подходит, он как-то слушает то, о чем я говорю. И я сразу вижу, что если человек что-то интересует, он просто задает вопрос. Да, там, поздоровался и вопрос. Можно даже не здороваться, а сразу задавать вопрос. Я конкретно люблю по сути отвечать на вопросы, если таковые у кого-то есть. Дальше она задает вопрос. Как решила стать видеоблогером? Любимые цветы. Как решила стать видеоблогером? Я уже, конечно, много об этом говорила. Но вкратце скажу. Давно я собиралась. У меня просто друг, видеоблогер, который на протяжении долгого времени передо мной, в общем, небольшими шишками шел к этому. И как-то потихоньку я все собиралась-собиралась, и когда пришло время, что я села дома, я уже забеременела, и я начала тогда конкретно заниматься тем, что мне нравится и хочется. В ютубе как-то не думала, что это настолько меня сильно затянет, что это будет моя любимая вообще деятельность. Любимые цветы у меня розы. Я люблю розы вообще всех цветов. Больше всего я люблю, конечно, красные и розовые розы. Вообще розы люблю вот любые, честно, розы. Когда Дэн подрастет, ты будешь строгой или все будешь позволять? Очень сильно доверяю своей интуиции, и на первый взгляд могу сказать так, что все будет по-разному. Я буду все ему позволять, но при этом я доверюсь себе и буду чувствовать те моменты, где что-то позволять нельзя и где нужно проявить свою строгость. Я думаю, что я это смогу, потому что у меня есть любимый мужчина, и тоже бывает много позволяешь своему мужчине, но в какой-то момент понимаешь, что вот здесь позволять что-то нельзя, и тогда включаешь всю свою силу, с которой ты можешь где-то защищаться, отстаивать свои интересы. И тогда человек к тебе прислушивается, потому что ты не позволяешь делать какие-то вещи и заставляешь себя уважать, грубо говоря. Я считаю, что уважение нужно его зарабатывать. И вот, ну как бы, через многие-многие нюансы. Я думаю, что с ребенком то же самое будет, да, то есть я его, конечно, люблю, и ну как многое позволять? Что многое позволять? Буду все позволять, что можно ему делать, а что нельзя, не буду, конечно, позволять. У нас еще и папа есть, и папа будет свое, да, Дэнни, и папа будет свою лепту вносить конкретную. Ну, я даже больше воспитание вот малыша, да, на его плечи, потому что, ну, мальчик, он знает, как воспитывать. Я вот как бы больше девочку, да, ну, посмотрим все в ходе, буду рассказывать вам, когда он уже подрастет, хотя он сейчас мне уже характер показывает. То есть он хочет, чтобы я к нему подошла, хотя при этом он очень терпеливый. Не, у меня золотой ребенок, ничего не скажу. В общем, я буду и такой, и такой, все по ситуации. Анжелика спрашивает, ага, как бы уж отмечать Новый год, какой стол будет? Ну, я все уже, Анжелика, в видео показала. В общем, давно я не снимала видео вопрос-ответ, поэтому вот такой вот твой вопрос сюда попал. Марина, кем хочешь, чтобы стал сын? Я уже ответила кратко, да, и могу еще повториться. Я хочу, чтобы он был счастливым. Мне, честно говоря, не важно, кем он станет. Если он будет счастливым, если он будет себя чувствовать хорошо в этой жизни, то у меня будет чему даже и поучиться где-то, да, у своего сына. Потому что, ну, кто знает, у кого как складывается, кто какие методы принимает, у кого какая карма. В общем, это целая-целая эпопея. И не знаю, кем хочу, чтобы стал. Я хочу, чтобы он, блин, что ему будет приносить радость в этой жизни. Пусть тем и становится. Ну и, конечно же, чтобы он при этом никого не обижал, не причинял вреда никому. Это главное правило. Да, Сянуль? Тебе давно он будет позволять делать. Вот, как раз-таки пишет девушка. Не помню, какая, потому что я ее заблокировала. Почему удаляю и блокирую негативные комментарии? Она не просто так спросила этот цвет, она еще подписала там, что, типа, не любишь слушать правду. Понятное дело, что этот человек думает, что весь негатив, который пишется в комментариях, это про меня правда. И поэтому я удаляю. И, естественно, я удалила ее, потому что я даже не хочу не отвечать и не хочу, чтобы отвечали под этим видео. Я хочу сразу сказать, кого я удаляю. Да, я удаляю очень много негативных комментариев. Я удаляю людей, которые я считаю, что... Даже не считаю, а точно знаю, что под видео будет, ну, ажиотаж. То есть кто-то ответит, а она ответит, и мне самой руки чешутся ответить. И я понимаю, что ничего из этого не выйдет. Потому что если человек пишет какой-то определенный комментарий, да, с каким-то негативом, и видит негатив там, где его совершенно нету, да, или просто от зависти, ну, как бы я вижу причину, да, с какой человек пишет, что он хочет этим сказать, то я просто оставляю без внимания это. И, естественно, удаляю, дабы другие люди тоже не испытывали какой-то негатив. Кто-то защищает меня, девочки, спасибо, мне приятно. Кто отвечает моим подписчикам, новым гостям на моем канале, отвечает на комментарии, когда я не дохожу еще. Потому что я сейчас раз в три дня, наверное, захожу, и тогда отвечаю всем на комментарии. Вот, спасибо вам, что отвечаете. Защищают меня многие, да, когда кто-то пишет какой-то негативный комментарий, или вообще какой-то вопрос нелепо задает. Уже о муже тысячу раз везде сказала, что о муже не задавайте вопросы. И все, кто спрашивает меня про личную жизнь, что касается, вот, мне уже надоело, честно говоря, сына покажешь, покажешь сына, покажешь сына. Еще раз говорю, я не покажу его, мой муж сказал, что он не хочет, чтобы я показывала сына. Вот как он сам не любит показываться в видео, так и сына не хочет показывать. И вообще, чтобы они даже и не говорили особо, да. Ну, сын как бы со мной живет, тут не поговоришь. В зале, если, конечно, у меня где-то, будь здоров, мой зайчик, проскакивает там, да, там, вот муж, там, вот это, ну, это моя жизнь, естественно, у меня будет проскакивать. Но какие-то нюансы, личные моменты я озвучивать не хочу. Но это есть свои определенные причины. Когда люди пишут свои какие-то догадки, кто там, женатый, неженатый, там, еще что-то, что вместе, не вместе. Ну, в общем, кто знает, тот знает. Больше всего, даже моя мама удивляется, она говорит, люди хотят знать о тебе столько, что даже я, ну, как бы, даже не спрашиваю какие-то вещи, да, есть личные моменты, есть. А тут люди тебя не знают, грубо говоря, видят, да, и задают такие личные вопросы, причем на которые ты не хочешь отвечать и так далее. В общем, не суть. Я говорю, кого я блокирую. Я блокирую весь негатив, потому что я не хочу испытывать негатив, я не хочу, чтобы испытывали негатив мои подписчики. В комментариях не хочу никакого ажиотажа, особенно бессмысленного ажиотажа, который ни к чему не приводит, просто лишь бы обосрать. Я, как бы, грубо говоря, подчищаю. Вот кто накакал на канале, да, я просто подчищаю. Просто убираю и все. И не надо. У меня все чисто, красиво, меня смотрят адекватные люди, девочки молодые, которым не нужно там мат-перемат какой-то смотреть в комментариях, да, и грубости какие-то. Я даже блокирую людей, которые грубят моим подписчикам. Если я это вижу, то я такое блокирую. Также я блокирую сейчас все вопросы, которые задаются о моем муже, потому что я не хочу, чтобы, опять же, под этим комментарием был ажиотаж, где что, и, опять же, догадки, где что. Я это все блокирую. Ну, и многое другое, что мне не нравится. В общем, я оставляю то, что мне нравится. Это мой канал, и я имею право. Это как и в жизни куча людей, которые, знаешь, кто-то нравится тебе, кто-то не нравится, с кем-то ты общаешься, с кем-то нет. Почему я должна оставлять то, что мне не нравится? Я все удаляю, и прекрасно себя чувствую по этому поводу. Вот. Общаюсь с адекватными людьми. Я в жизни себя окружаю адекватными людьми, и на своем канале я тоже окружаю себя адекватными людьми. Марина задает вопрос. Через какое время вы бы хотели иметь еще детей? Честно говоря, не знаю, потому что я еще не отошла от первого ребенка, но вообще я бы хотела детишек двое, трое, мальчика, девочку, и вот, ну, как получится, честно говоря, не знаю. Пока что вообще об этом не думаю, пока что мне нужно отойти от первых родов, от первой беременности. Что за ячушечка моя? О тебе сейчас говорю. Да. Сейчас уже один вопросик остался. Скажу, и я к тебе бегу. Да? Подождешь? В общем, нужно отойти от первого, чтобы думать о втором. Так что пока не знаю. И Эльза задает вопрос. В чем секрет вашего позитива и счастья? Мне понравился этот вопрос на самом деле. Мне приятно, что люди замечают, что я не негативный человек, что я положительно позитивный человек, и создаю этот позитив, делюсь им, стараюсь. Нет никакого особого секрета, но я к этому шла очень долго, и я скажу, что не была я раньше такой. Ну, я была оптимистичным человеком всегда, то есть оптимистичность, я верила в лучшее, все будет хорошо, это вот как-то с рождения идет. Все, мой Зой, все, мой Зой, все. Вот. Ну, в жизни была довольно оптимистичным человеком, всегда верила в лучшее, и внутри какое-то... Я родилась с этим ощущением, что все будет хорошо, то есть я никогда не думала, что прям все, все плохо, жизнь такая, и как мы вот все жили, я жила в таком районе, как бы, да, не очень, можно сказать, хорошем, да, там, и окружали разные люди меня, и такая я росла на улице, такая пацанка была с детства. Ну, в общем-то, рада своему всему, причем этому детству, но никогда не видела ни в чем негатива. Я как-то вот положительно смотрела на жизнь. Потом, когда, конечно, я уже повзрослела, уже начались какие-то и депрессии у меня были, и еще что-то, и не знала, как смотреть на этот мир, не знала, какой взгляд, как вообще, да, вот. Ну, и в какой-то момент я просто нашла нужных людей для себя, и начала перенимать у них. Вот я видела, что люди счастливы, что хорошо функционируют в этой жизни, расслаблены. Я захотела так же, начала спрашивать у них, как, да что, и все. И вот просто менять начала свой взгляд. Я помню, что был период, когда у меня был друг, я жила вместе со своим другом, старше меня на порядок. И я помню, что вот что бы в жизни не произошло, я прям вот все время звонила и спрашивала, что мне сделать в этой ситуации. Вот на меня накричал, вот этот вот, а мне как отреагировать? А вот этот вот человек там пытается меня обмануть, а мне как отреагировать? И с позиции, вот мне нравился взгляд человек, потому что он, при том, при всем, что был очень добр к людям, он при этом, ну, был очень мудрым. И мне хотелось все это очень сильно перенять. Поэтому я какое-то время, несколько лет это было, в общем, очень долгое время, я следила за ним и задавала ему вопрос, он мне помогал буквально в каждом-каждом шаге. И потом со временем я как-то это переняла. Ну и плюс в жизни, конечно же, нужно учиться на своих ошибках, чтобы окружить себя всем тем, что ты хочешь, потому что не нужно потакать нашим слабостям, которые у нас внутри есть, и нужно как бы думать головой, нужно думать головой. В общем, все это нужно в балансе, все это приходит с опытом, и, ну, я могу сказать, что в какой-то момент заставила себя тоже это было через боль и слезы делать именно то, что нужно делать, а не так, как, может быть, где-то хочется, там, душа лезет, плывет, поет, вот, и в какой-то момент просто начинаешь понимать что-то более глубже и чувствовать что-то более глубже, притягиваешь тем самым к себе людей, именно тех, что нужно, и это уже происходит на каком-то другом уровне, не на поверхностном, а на каком-то более глубинном, и я могу сказать, что на сегодняшний день меня окружают только мои любимые люди, которые меня уважают, которые меня ценят, соответственно, я их очень люблю, уважаю и ценю, и тьфу-тьфу-тьфу, но все происходит так, как надо, но чтобы это было, ну, поэтому я и счастлива, потому что все это выстроило вокруг себя, да, и чтобы все это было, нужно было бы пройти через много-много и препятствий, и боли, и многое-многое, поэтому секрета никакого нет, это просто опыт и нужные люди вокруг, ну, а опыт и нужные люди вокруг, опять же, это благодаря своему внутреннему чутью, своему желанию, своему желанию, вот этому оптимизму внутреннему какому-то, что можно так жить, можно так жить, можно жить счастливо, Жизнь, она как бы, да, жизнь, она страдания, грубо говоря. Много чего неприятного. Но можно жить так среди этого страдания, что ты будешь свободным от этого всего. И не будешь сильно прям переживать по каким-то вещам. Я не скажу, что я освободилась. Я, конечно же, переживаю, как любой другой человек. Просто у меня это на каком-то, не знаю. Понимая глубину каких-то вещей, не так серьезно относишься к каким-то вот переживаниям. Да, потерял ли ты что-то, изменилось что-то в твоей жизни, что-то серьезное может произошло. Все это временно и все это проходит. Жизнь, она такими волнами. Поэтому стоит просто набраться терпения, переждать, и все будет хорошо. И если что-то плохое происходит, и ты вспоминаешь об этом, что это все пройдет, просто нужно переждать. Тогда ты начинаешь просто тренировать свое терпение. А это тоже круто. Для человека очень круто. Вообще, я восхищаюсь людьми, когда я такими вижу. Когда я вижу у людей доброту, широкую душу. Когда я вижу невероятное терпение у людей. Когда я вижу вообще глубину мышления. Когда я вижу какое-то сочувствие в людях к другим. Какое-то глубинное понимание мира всего. Когда я это вижу, я восхищаюсь. Это такая редкость. Я хочу, чтобы таких людей вокруг меня было как можно больше. Потому что благодаря им я тоже подпитываюсь. Учусь в этой жизни чему-то. И становлюсь счастливее именно прекрасным людям вокруг. И поэтому вот всем прекрасным я передаю привет. Пусть таких людей будет больше. И пусть мы будем счастливы все. Я очень этого хочу. И знаю, что счастливый человек, по-настоящему счастливый человек, он никогда не будет обижать ближнего своего. И не своего. Он вообще не будет обижать. Настоящий счастливый человек, он излучает лучи в мир. Поэтому, когда мне пишут вот к негативным комментариям. Вернемся, да? Когда мне пишут негативные комментарии. Блин, я такая не сентиментальная. Я просто понимаю, где-то глубоко в душе, что у этих людей не все так хорошо в жизни. Не все так гладко. Отчего мне становится грустно, да? Я не хочу... Я понимаю, что эти люди даже, они создают очень много негативных связей. Говоря что-то, делая что-то негативное. И я не хочу, чтобы эти связи у них... Они оставили что-то у меня негативное на комментарии. Кто-то ответил на их негатив. Они там вот... И все это вот кармически вот так вот расплеталось, да? Создавался этот негатив. Я его как бы на корню блокируя человека. Не даю ему возможности, во всяком случае, в моем поле создавать себе негативную карму. Потому что в глубине я понимаю, что этому человеку нехорошо. Ему где-то нехорошо, ему что-то не нравится. Он во мне видит, может быть, что-то, да? Он видит, что я, может быть, чего-то не заслуживаю. А может быть, я вру там, да? А может быть, еще что-то происходит. Ну, когда... Ну, зависть, грубо говоря, да? Когда человек видит, что что-то есть, чего у него нету. И дабы как-то возвыситься, как бы почувствовать себя, может быть, лучше. Он начинает искать этот негатив. Он начинает лезть куда-то, куда не нужно лезть. И говорить, там плохо, там плохо. Там вранье. А тут вот это некрасиво. А не накрашенное, это страшное. И многое-многое другое. Я понимаю, для чего это происходит. Это, ну, происходит на таких... Опять же, может... Это может быть на поверхности, когда человек сам знает, что он какашка, да? А может быть, это где-то глубоко. Что человек может даже и не осознавать, из-за чего это он делает. Это просто я знаю, почему люди так делают. Я просто знаю, что счастливый человек не будет этого делать. Значит, у человека что-то плохо. И потому мне становится... Знаете как, не жалко, потому что, если жалеешь человека, это значит, что как бы у него нет шансов стать счастливым. Мне не жалко. Я как бы сочувствую такому человеку, да? Я желаю таким людям, чтобы у них все было хорошо. Чтобы они были счастливы. Чтобы они точно так же лучи в мир пускали счастливые. Чтобы они во всем, даже в плохом, видели что-то хорошее. А не наоборот. В чем-то хорошем видели что-то плохое. Вот. В общем, мои хорошие, надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Немножко всплакнула, как всегда. Такая вот сентименташка я у вас. В общем, я желаю всем вам счастья. И туда все будет. Желаю счастья. И этим все сказано. Одним словом. Много-много счастья. И чтобы оно не заканчивалось. Все, мои хорошие. С вами была я и Селена Своей. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok